Тема выбора катушек до 50 долларов вызвала офигенный отклик. В комментариях произошел самый настоящий холивар. Огромное количество вопросов, собственных мнений, предложение включить ту или иную катушку вместо тех, которые я привел. Огромное всем вам спасибо за отклик. Сегодня пойдем чуть дальше и будем развивать эту же самую тему. На сей раз возьмем и расширим наш бюджет. Перепрыгнем с 50 долларов до соточки. Так как в диапазоне до сотки долларов можно найти вполне себе вменяемые и классные для рыбалки решения. А еще сотка баксов является тем самым психологическим барьером. Суммой, потратить больше которой многие рыболовы просто-напросто не могут или не хотят. Или их банально душит жаба. Итак, топ-5 катушек в ценовом диапазоне до сотки баксов. Лично по моему мнению. Всем привет! Всех раб приветствовать на моем канале. Просматривая все предложения на рынке, которые присутствуют в данный момент, на момент февраля 2022 года, я поймался на мысли, что в этом ценовом запазоне до сотки долларов все обстоит гораздо веселее, чем до 50. Эти катушки уже нельзя назвать братьями и близнецами друг друга. Многие из них очень интересны и самобытны в плане рабочих свойств, а также обладают весьма-весьма вменяемой живучестью. И наверняка вряд ли подкинут вам неприятный сюрприз в течение короткого времени. Но сразу оговорюсь, в данном видеоролике не будет детального разбора технических нюансов, инженерных решений. Сугубо мое личное имхуа с привязкой к эксплуатации в условиях медиум фидера. Погнали! Начнем, пожалуй, с вещей не совсем очевидных. Креста, если кто не знал, это премиум подразделение компании Спро. А снасти этого производителя можно охарактеризовать тремя словами. Мощно, надежно и кондово. Этой катушкой мне приходилось ловить на реке. И с уверенностью могу сказать, что всем трем этим словам она полностью соответствует. Вполне себе вменяемое решение для речной рыбалки, для силовой рыбалки, для лаули карпа, на классику, либо же на метод. Бесконечника традиционно здесь нет. Однако и без него, в принципе, ход и намотка вполне себе вменяемы и аккуратны. Главная пара здесь достаточно мощная. 4,6 передатка, 85 сантиметров вымотка за оборот. Работает все это дело с пятью шариковыми и одним роликом подшипником. Завезли сюда и мощную дужку лесокладывателя с антизахлестным роликом. А также достаточно крупную такую бросковую шпуль, оборудованную классической круглой клипсой. Тут же и мультидисковый фрикцион, как его называют Спро, весьма неплохой, вменяемый. Достаточно чувствительный, позволяющий настроиться под любую разрывную нагрузку вашей лески или поводка. Тянет эта катушка отлично. Как мне показалось, на мое мнение, 110-120 грамм это вполне себе рабочая веса для нее. Не вызывающая никакого дискомфорта для механизма, никакой угрозы для механизма. Поэтому с такими весами вполне себе можно работать. Это же подтверждают и отзывы в интернетах. То есть, никакого негатива, никаких таких критичных замечаний по поводу конструктива, по поводу эксплуатационных характеристик я не нашел. Стоит это чудо порядка 75 долларов, поэтому в наш ценовой диапазон ровненько-ровненько посерединке вмещается. Можете кидать в меня камни, но не включить турнамент от FIDER CONCEPT я категорически не мог. Хотя бы потому, что эта катушка в каталоге SAUMA и FIDER CONCEPT считается топовой и занимает верхнюю ступеньку. А стоит порядка 70-75 долларов США в эквиваленте. Ну, а на скидках и акциях еще дешевле. Вполне себе достойное качество сборки. Две металлические шпули в комплекте с круглыми подпружиненными клипсами. А вот в отличие от империума, ручка здесь не венчивается в главную пару, а вставляется при помощи шестигранника и фиксируется с обратной стороны винтом. По мне это минус скорее. Здесь же мощная душка лесоукладывателя с металлическим хвостовиком, ролик лесоукладывателя на шарике, что есть гуд. Механизм главной пары здесь, как и традиционно в большинстве катушек данного ценового диапазона, из сочетания алюминия и бронзы. Передатка 5,0 к 1, а вот диаметр ведущего колеса всего 32 мм, что есть как бы маловато. Особенно если рассматривать модели для, скажем так, силовой рыбалки. Ведущая шестерня здесь на двух открытых подшипниках, ведомый вал также на одном подшипнике, что как бы делает вход более плавным, более вменяемым, более легковесным. Шестеренка здесь, как я уже сказал, не крупная, а поэтому цегать сверхвеса ей я бы категорически не советовал. Однако что-то порядка 80-90-100 грамм на постоянку, в принципе вполне себе рабочий вес. То есть тот самый вес, который является ключом нашего сегодняшнего диалога. То есть у нас сегодня речь идет о медиум фидере. Фрикцион здесь стандартный для подобного диапазона катушек. Три металлические трифетровые шайбы, чередующиеся друг с другом. Весьма неплохая регулировка, плавная работа, отсутствие залипаний, прихватов всяких разных. То есть нормальное вменяемое себе решение. Одним словом, вполне себе типичная катушка для данного ценового диапазона. Со своими плюсами и минусами, которая стоит порядка 70 долларов. Нормальный рабочий вариант для любителей и начинающих спортсменов. Вообще, конечно, я бы от всей души порекомендовал, наверное, старую катушку. Старую Ниндзю, которая была до ЛТ. Однако, беда в том, что таких катушек в продаже днем с огнем не сыщешь. А те, у кого они есть, расставаться с ними категорически не спешат. А 6000 размер здесь потому, что речь идет о концепции ЛТ. ЛТ это облегченно уменьшенный размер и, соответственно, 6000 будет примерно соразмерен старой катушки от Дайва размера 3500. Вообще, о Ниндзах говорить, в принципе, нет никакого смысла. Ибо в ценовом диапазоне до сотки баксов многие рыболовы советуют к покупке именно ее. Классная сборка, отличная плавность хода, минимальные люфты, все при ней. Шарика здесь четыре. То есть, два на ведущей шестеренке, один на валу и, если я правильно понял, один в ролике лесу укладывателя. Передатка механизма 5,1 к 1, а благодаря достаточно крупному размеру шпули мотает катушка 91 см за оборот рукояти. Спортсмены наверняка заценят. Фрикцион традиционно многодисковый, как и прошлые модели фетровой шайбы здесь сочетаются с металлическими дисками. Работа вменяемая, диапазон регулировки широкий. То есть, то, что надо до фидерной рыбалки, в принципе, здесь есть. Одним словом, те 70-80 баксов, которые просят за нее Дайва, вполне себе разумный вменяемый ценник за такую катушку. А наличие ее в арсенале у большого количества рыболовов лучшее там подтверждение. Включить в рейтинг Дайву и не включить Шаману не позволяет моя личная любовь к катушкам вообще продукции данного бренда. Если кто не знает, то года с 2010-го, наверное, я такой заядлый шаманист. То есть, у меня долгое время в арсенале были с Настей исключительно этого бренда. И как бы ничего другого помимо Шаману я, в принципе, не признавал. Однако, на данный момент в моем арсенале остались лишь катушки от Шаману. В те давние времена, в ценовой диапазон до сотки баксов, можно было включить огромное количество самых разных катушек. Если бы данный ролик я записывал лет 10 назад, то место в данном рейтинге справедливо занял бы мой любимый X-Age. X-Age RB или RC задний фрикционный, который с флажком. Топовая катушка за свои деньги, соответственно, отличное решение для фидерной рыбалки в принципе. Однако, беда в том, что его уже 100 лет не упускают, поэтому найти можно где-то только на вторичке, такую полуубитую. И поэтому включать данный рейтинг, его как бы нет никакого смысла. Сейчас же все гораздо сложнее. И с удивлением для себя я, в принципе, обнаружил, что до сотки баксов у Шамана, в принципе, не на что особо и смотреть. Потупил я, короче, в монитор, почитал отзывы и выбрал Седону. В принципе, потому что дешево и сердито. Три шарика, два на ведущей шестерне и один на валу, если ничего не путаю. И один ролик. Это, в принципе, немного, но более чем достаточно. При желании, в принципе, можно доставить подшипники и в Кноп, и в ролик лесоукладывателя, а также в другие места. На эту тему в интернете ходит очень большое количество разговоров. Ведущая шестерня здесь очень прикольная. Я очень удивился, когда узнал, что здесь она выполнена из современного шамановского материала Хиген. И покрыта таким черным напылением. Это прерогатива более дорогих катушек. Того же, например, Страдика, той же Ультегры. Однако, даже вот такой бюджетной катушке есть черная шестерня. Это очень-очень большое преимущество. А также завезли большое количество всяких разных систем. Типа Wary Speed, Superstopper. Все, как у старших моделей. Бесконечника, правда, не завезли, потому что ценовой диапазон не тот. Равно как не завезли и защиту от воды, так называемый Core Protect. Но, опять-таки, по причине бюджетности. Зато шпулька облегченная, металлическая. Характерной для Shimano ERC компоновки. Оборудована классической такой пластиковой клипсой, которую я люблю. Фрикцион традиционно передний, чувствительно удобный. По работе нареканий нет. Единственным относительным и условным минусом, который может подтолкнуть с отпаковки, будет достаточно небольшая вымотка за оборот. А вот если вы хотите, чтобы катушка выматывала до метра и даже более, в каталоге Shimano есть точно такие же катушки. Однако, с индексом C5000XG, что означает скоростную главную пару. То есть, передатка там будет 6,2. А, соответственно, вымотка за оборот рукояти порядка метра. То есть, с тягой, конечно, там будет все сложнее, однако, мотать она будет очень хорошо. Если вы любите скоростные катушки, советую к ней присмотреться. Ну, собственно говоря, почему и нет. Матрикс контора хорошо известная среди фидеристов, а их катушки славятся надежностью, тяговитостью и, в принципе, неприкатливостью. Прикол данной ситуации в том, что 4000-я Аква стоит чуть дороже сотки баксов. Однако, посмотрев интернет, я с удивлением обнаружил, что у большинства магазинов ценник на нее теперь на какой-то акции. То бишь, все это дело стоит меньше сотки баксов. Что, в принципе, соответствует нашему ценовому диапазону. Даже беглого взгляда на нее достаточно, чтобы понять, что катушка, в принципе, фидерная. Мощный ротор, толстенная душка-лесоукладыватель, ухватистая гайка фрикциона, все продумано, все надежно. Главная пара также фидерная, 4,6 передатка, вымотка 87 сантиметров за оборот. Пашет она в паре с пятью шариковыми и одним роликовым подшипником. Однако, логика установки их по механизму мне не совсем ясна. К примеру, ведущая шестерня стоит на одном шариковом подшипнике и на одной втулке, что, в принципе, не есть бут. А потому здесь есть огромное поле для доработок, как минимум. Заменить втулки на подшипнике на ведущей шестерне в КНОБе в ролике-лесоукладывателя однозначно не помешает. С данной катушкой я знаком не понаслышке. И хоть долго половить мне ей не довелось, рыбалок с пяток я все-таки с ней провел. Вполне себе достойная машинка. Чувствуется запас прочности, отличная тяга, чувствуется иный фрикцион, все при ней. По свинцу до сотки, до 110, в принципе, гонять ей можно. Больше на свой страх и риск. Из замеченных косяков, которые, в принципе, так бросились в глаза, это однозначно люфт к НОБе, потому что нет шариков, такое некое ощущение небрежности из-за этого возникает. А также круглая клипса. Увы и ах, но пара случаев потери дистанции ввиду расклипсовки у меня в моей практике все-таки было. Как я уже сказал, раньше эта катушка стоила чуть более 100 долларов, однако на данный момент большое количество скидок и акций, поэтому купить его можно порядка за 90-95 долларов в США. Итак, вот он, мой топ фидерных катушек до сотки баксов, которые, в принципе, подойдут как новичкам, так и продвинутым рыболовам. Ожидать от них чего-то сверхъестественного не стоит. Это добротные, цяговитые рабочие лошадки, которые подойдут под любительскую рыбалку и под спорт. Впрочем, с данным рейтингом вы, как всегда, можете не согласиться. Наверняка у вас есть свое мнение, есть какие-то другие катушки, которые более достойны быть в данном топе. И наоборот, в этом списке есть те модели, которые недостойны находиться в данном рейтинге. Это, конечно, ваше право. И традиционно, если у вас что дополнить, есть что обсудить, gov, комменты, пообщаемся, подискутируем и, соответственно, обсудим этот топ, а также те катушки, которые вы видите в качестве альтернативы данным моделям, да, в данном списке. И, соответственно, просто весело проведем время. На Steam буду заканчивать. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Это для меня очень важно. Всем не хвастанье чешуи. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока.